Друзья, всем привет! Вы на канале InvestFuture, с вами Кира Юхтенко. И сегодня у нас с вами очень актуальная тема в преддверии Нового года. Мы поговорим про дивидендные инвестиции в 2022 году. И сейчас я хотела бы сделать фокус именно на формирование портфеля из дивидендных акций России. И вот и поговорим о том, какие же российские бумаги в этом контексте могут быть интересны, чтобы обеспечить себе стабильный дивидендный поток. Про американские дивидендные акции мы сделаем обязательно. Также подробное видео, но чуть-чуть позже. Вообще, 2021 год оказался для российского рынка очень таким неоднородным. Большую часть года мы наблюдали рост индекса Мосбиржи на фоне восстановления экономики после прошлогоднего кризиса, который был связан с пандемией. Мы наблюдали и мощное сырьевое ралли, которое подпитывалось не только ростом мировой экономики, но и также сильной инфляцией, которая охватила практически весь мир. Впрочем, конечно, полностью мы не можем сказать, что мировая экономика оправилась от пандемии. Например, авиаотрасль так и не смогла окончательно оправиться от прошлогоднего шока. Ну а растущая инфляция во всем мире была вызвана не только ростом экономики и не столько, сколько нарушением цепочек поставок, которое привело к подражанию газа, бензина, электроэнергии, автомобилей, удобрений, продуктов питания и многих-многих других товаров. В российской экономике велика роль крупных сырьевых компаний, и сырьевой ралли в этом плане, конечно, было им только на руку. Исторические рекорды по прибыли и по дивидендам установили в этом году многие российские компании, например, «Газпром», «Лукойл», «Газпромнефть», «Северсталь», «НЛМК», «СММК», «ФосАгры» и так далее. Но вот что ждет сырьевой рынок в 2022 году? Тут мнения расходятся. Кто-то ждет нефть по 100 долларов и новые ценовые рекорды по газу, ссылаясь на холодную зиму. Другие аналитики, наоборот, к сырьевому рынку относятся с большой осторожностью и ждут его охлаждения. Надо признать, что такие опасения действительно оправданы. Ближе к концу года цена на нефть уже начала снижаться и сейчас находится примерно на 15% ниже предыдущих максимумов. Ну а в ценах на сталь и уголь снижение наметилось еще в третьем квартале. С удобрениями ситуация немножко посложнее. Один из основных компонентов себестоимости минеральных удобрений – это природный газ, который используется при их производстве. И, соответственно, пока сохраняются высокие цены на газ, ждать снижения цен на рынке удобрений не приходится. По крайней мере, пока. Я бы предостерегла от безудержного оптимизма по поводу сырьевых активов в наступающем году. Скорее всего, динамика сырьевых рынков будет смешанной. Ожидается избыток предложения на рынке нефти и замедление в глобальном строительном секторе. И в этих условиях цены на нефть, сталь, на коксующийся уголь могут оказаться под давлением. Но, с другой стороны, если январь-февраль действительно будут холодными, цены на газ, энергетический уголь, удобрения могут продолжить ралли. По крайней мере, в первой половине года. Но, в целом, в отношении сырьевого рынка стоит сохранять осторожность. И с новыми покупками акций из этого сектора я бы чрезмерно спешить не стала. Еще один важный фактор для российского рынка акций – это денежно-кредитная политика Банка России и динамика ключевой ставки. Инфляция в этом году не обошла стороной и российский рынок, поэтому Банк России был вынужден отреагировать на нее жесткой денежно-кредитной политикой. И в результате мы с вами увидели разворот цикла ключевой ставки и ее рост. Было 4,25, стало 8,5%. И это, скорее всего, не предел. Что это значит для инвестора? Во-первых, высокая инфляция на внутреннем рынке позволила некоторым компаниям заработать больше, чем обычно. И прежде всего это относится к производителям продуктов питания, у которых рост цен по многим видам товаров многократно превысил официальную инфляцию. К таким компаниям на российском рынке в первую очередь можно отнести Русагра и Черкизово. Это два поотовольственных гиганта. Также на инфляции заработали и продуктовые ритейлеры, но уже в меньшей степени, потому что они как бы лишь частично переложили рост цен на конечных покупателей. Но не все российские компании, которые работают на внутреннем рынке, выигрывают от роста цен. Например, компании из сектора электроэнергетики повышают свои тарифы только лишь на величину, которая установлена государственными регуляторами. И эта индексация тарифов, как правило, не дотягивает до реальной инфляции. Это хорошо для потребителя, но для компаний не очень. В таком же положении находятся компании из сектора телекомов. Они тоже не всегда в состоянии компенсировать реальную инфляцию ростом своих тарифов. Ну а рост ключевой ставки становится еще одним фактором давления для котировок акций этих секторов. Как правило, такие компании платят хорошие дивиденды с доходностью на уровне УФЗ и выше. Но когда вместе с ростом ключевой ставки растет и доходность УФЗ, дивидендные акции становятся менее привлекательными. И у инвесторов появляется возможность просто вложиться в госапликации и получить сопоставимую доходность с меньшим риском. Соответственно, деньги начинают перетекать из дивидендных акций в УФЗ. Ну а дальше происходят интересные вещи. По мере того, как инвесторы сбрасывают дивидендные бумаги, их котировки снижаются. Ну а, соответственно, дивидендная доходность по этим бумагам растет. И в какой-то момент она становится достаточно интересной для того, чтобы ее зафиксировать на долгосрочную перспективу. Ведь цикл роста ставки рано или поздно так или иначе закончится, даже развернется в сторону снижения. Ну а дивидендные выплаты эффективных и финансово устойчивых компаний в перспективе будут только расти. Но как быстро ЦБ перейдет к снижению ставок? Пока речь идет только о возможности дальнейшего повышения. И оно вполне вероятно, потому что снижения инфляции мы все еще не видим. Но по прогнозам ЦБ в 2022 году рост цен в России все-таки начнет замедляться. И, скорее всего, ко второму кварталу нас ждет завершение роста ключевой ставки. Ну а потом в какой-то момент и постепенное ее снижение. Но это не точно. Эти два момента, так или иначе, риск охлаждения сырьевого рынка и близкое окончание роста ставки, позволяют нам начать присматриваться к компаниям, которые работают на внутреннем российском рынке и которые дают приличную дивидендную доходность. В частности, много примеров с двузначными значениями. Если дивиденды устойчивы, имеют дальнейший потенциал роста, это, конечно, очень интересное решение для инвестпортфеля. Шесть таких бумаг мы выбрали. Давайте о них и поговорим. И начнем с крупнейшего банка страны. Это, конечно, Сбер. По итогам года чистая прибыль Сбера прогнозируется на уровне 1,2-1,4 трлн рублей. Это сулит инвесторам выплаты свыше 26 рублей на акцию, доходность 9% по текущим ценам. Причем такие дивиденды выглядят довольно устойчиво. И, скорее всего, в будущем они будут только увеличиваться, потому что прибыль Сбера растет вместе с комиссионными и процентными доходами банка. Так, по результатам 11 месяцев этого года, процентный доход вырос на 12%, а комиссионный почти на 15 год к году. Главным риском в этой истории остается риск замедления российской экономики. Он может создать проблемы с ростом доходов и даже привести к реализации кредитных рисков главного банка страны. Также стоит отметить и риск провала стратегии Сбера по развитию своей собственной экосистемы. Я напомню, что пока экосистема Сбера по большей части направлений остается все-таки убыточной и лишь пожирает деньги, тогда как многочисленные конкуренты не дремлют и тоже ведут борьбу за рынок. И чем закончится эта борьба, пока предсказать достаточно сложно. Переходим к следующей бумаге в нашем списке. Это акции Global Trans. Я напомню, что Global Trans занимается грузовыми железнодорожными перевозками металлов, угля, железной руды, нефтепродуктов и строительных материалов. При этом большую часть выручки компания получает от перевозки сухих грузов в полувагонах. И, соответственно, именно расценки на аренду полувагонов – это самый важный показатель, от которого и зависят доходы компании. Стоимость суточной аренды полувагона в декабре продолжила восстанавливаться. От мартовского минимума – 665 рублей – выросла до почти 2500. При этом акции компании выросли не так сильно, как цены на ее услуги. И вот это позволяет акционерам рассчитывать на хорошую форвардную дивидендную доходность. Ну а если компания по результатам 2021 года вернется к своей прежней практике выплат выше 90 рублей на акцию, то форвардная дивидендная доходность ее бумаг может превысить 15%, что очень щедро. Ну, главный риск в случае с Global Trans – это снижение ставок на аренду полувагонов, которое может произойти по причинам, которые просто не зависят от самой компании. Но важно понимать, что Global Trans нацелен на значительный возврат средств акционерам. Средний возраст подвижного состава компании еще далек от сроков списания, поэтому у нее нет необходимости тратить много денег на обновление своего вагонного парка. И это позволяет Global Trans весь свободный денежный поток, а иногда, кстати, даже и больше, направлять на выплату дивидендов и при этом поддерживать долговую нагрузку на достаточно комфортном уровне. Поэтому даже в случае, если реализуется пессимистичный сценарий, инвесторы все равно могут рассчитывать на 7-10% дивидендной доходности по этим бумагам, что весьма прилично. Третья позиция в нашем списке – это NL Россия. Это, я напомню, дочерняя компания итальянской NL Group, которая объединяет ее российские активы, которые связаны с электроэнергетикой. В последние годы компания взяла курс на озеленение своего бизнеса. Она продала угольную ГРЭС и она вложила значительные деньги в строительство Ветропарк. При этом капитальные инвестиции и падение прибыли после продажи ГРЭС оказали давление, конечно, на финансовое состояние компании и заставили ее пересмотреть свои планы по дивидендам. Изначально вообще ожидалось, что компания будет ежегодно платить по 8,5 копеек на акцию, но по итогам 2020 года дивиденды были отменены и перенесены на 2 года вперед. Теперь акционеры ожидают 8,5 копеек на акцию по итогам 2021 года, а в моменте это около 10% доходности. И 15 копеек на акцию ждут по итогам 2022 года. Это 17% доходности при текущей цене. То есть в следующие 2 года можно ожидать от компании двузначных доходностей, ну а в будущем отдача от ее новых проектов. Электроэнергия, которую будут генерировать ветростанции компании, будет оплачиваться по повышенным тарифам в рамках программы ДПМ. Ну в истории СНЛ, как и с любой другой компанией, есть, конечно, свои риски. Во-первых, это риск неисполнения дивидендных обязательств перед акционерами. Собственно, один раз компания уже перенесла дивиденды и теоретически может сделать это еще раз. И, во-вторых, еще не до конца понятно, сколько еще средств придется вложить компании в реализацию своей программы строительства ветропарков. Вот Азовскую ВЭС НЛ уже запустила. Есть еще Кольская ВЭС, она будет запущена с опозданием. И эта просрочка грозит, кстати, компании штрафами. Идем дальше. Следующие в нашем списке акции МТС. Их вообще можно назвать таким типичным представителем дивидендных бумаг, потому что такие компании одними из первых как раз страдают, когда повышаются ставки и инвесторы переходят в аппликации из акций. Но у МТВС есть в запасе несколько интересных козырей. Смотрите, во-первых, это ожидаемая продажа ее башенного бизнеса. Вырученные деньги компания может направить на погашение долга, на обратный выкуп своих акций или на дивиденды. Во-вторых, МТС в следующем году планирует вывести на IPO МТС Банк. Это растущее финтех-подразделение. И это размещение станет для компании еще одним источником дополнительных свободных денег, что тоже интересно. Кроме того, в следующем году МТС представит свою обновленную дивидендную политику. Судя по заявлениям менеджмента недавним, акционеров ждет увеличение дивидендов и переход на ежеквартальные выплаты. В течение 2021 года МТС суммарно выплатила 37 рублей на акцию. И по текущим ценам это 13% дивидоходности. В 2022 году, скорее всего, выплаты будут еще выше. Поэтому, несмотря на растущие процентные риски, акции МТС становятся все более привлекательными и для дивидендных инвесторов тоже. В случае МТС главный риск у нас в чем? В том, что компания может просто не справиться с растущими дивидендными потребностями своих акционеров. Выручка МТС последние 5 лет растет в среднем на 4% в год, ну а прибыль в среднем на 3%. И таких темпов роста не всегда хватает для того, чтобы увеличивать дивиденды так, как хочется. И поэтому компания периодически наращивает долг. Отношение чистого долга к УИБДА у МТС сейчас 1,8. Еще есть пока запас прочности, но собственного капитала у компании почти не осталось. И активы МТС практически полностью состоят из обязательств. Дальше. Акции Ленэнерго предпоследние у нас в списке. Электросетевые компании, как и телекомы, страдают от инфляции, от роста ключевой ставки. Вообще с этим сектором нужно быть, честно говоря, очень осторожными, потому что в нем много токсичных и убыточных компаний. И перед покупкой бумаг сетевиков нужен прям очень тщательный предварительный анализ. Но в этом секторе тоже есть акции, дивидендная доходность которых уже начинает становиться довольно привлекательной на долгосрочную перспективу. И вот один из таких случаев – это привилегированные, конечно, акции Ленэнерго. В последние годы дивидендная база компании, то есть ее прибыль по РСБУ растет быстрее инфляции. И это позволяет Ленэнерго не только платить высокие дивиденды, но и стабильно их увеличивать. Вот по результатам 9 месяцев 2021 года прибыль компании по РСБУ выросла аж на 37%. И дивиденды по итогам года могут перевалить за 20 рублей на акцию. В моменте это дает доходность более 12%. Это привлекательно даже при текущих процентных ставках. И что самое главное – это не разовая доходность, как в некоторых циклических компаниях. И зафиксировав ее, можно рассчитывать на дальнейший плавный рост дивидендов. И замыкают наш список акций EMC – Европейского медицинского центра. EMC – это компания из сектора частной медицины, которая только в этом году вышла на IPO. Акции EMC интересны частным инвесторам по целому ряду причин. На самом деле, во-первых, это компания из нового и перспективного для российского рынка сектора. Во-вторых, большую часть выручки EMC зарабатывает в евро, и этим самым она защищает свои доходы от девальвации рубля. Ну и в-третьих, компания ориентирована на щедрые дивидендные выплаты своим акционерам и стремится выплачивать в виде дивидендов всю свою чистую прибыль. Вот в этом году дивиденды EMC составили 1,27 евро на акцию. Это соответствует доходности около 10%. При этом, хотя компания уже и завершила фазу активного роста, она все еще продолжает расти, потому что повышается операционная эффективность. По результатам первого полугодия ее выручка в евро выросла на 18%, а чистая прибыль почти в два раза. И, соответственно, в следующем году инвесторы могут совершенно точно ждать от EMC крупных дивидендных выплат. Пока у компании не видно никаких больших проблем, которые могли бы ей как-то резко помешать наращивать дивы и продолжать это делать дальше. Ну а если говорить о рисках, то единственное, чего стоит опасаться, это то, что EMC ориентирована на клиентов из премиум сегмента, которые приезжают в ее клиники не только из других регионов, но даже из-за границы. И поэтому для удержания клиентуры компания должна постоянно поддерживать качество услуг на самом высоком уровне. Выезжать на прошлых достижениях в этой сфере долго не получится. И для поддержания высокой конкурентоспособности необходимо наличие самого современного оборудования. Условно хороший ремонт, привлечение высококвалифицированных специалистов. И это расходы, которые из компании будут. Ну что ж, друзья, вот такие шесть российских дивидендных акций привлекли наше внимание в преддверии нового года. Пожалуйста, пишите в комментариях, насколько вам эти бумаги интересны, либо у вас какие-то другие предпочтения при выборе дивидендных акций на 2022 год. И, конечно, этот список не стоит рассматривать как индивидуальную инвестиционную рекомендацию. Само собой, моя цель не призвать вас к покупке конкретных акций, ну а всего лишь показать, что сейчас на российском рынке действительно есть достаточно интересные бумаги для того, чтобы составлять дивидендный портфель, который не только порадует своей доходностью, но и будет диверсифицирован по отраслям экономики. Поэтому мы взяли такие разные компании. Ну и, как и обещала, друзья, об инфографике. У нас в телеграм-канале Ивстокс мы приготовили для вас интересную статистику, которая показывает, насколько доходность российских дивидендных фишек превосходила ключевую ставку ЦБ в последние несколько лет. Это очень ценная информация, и мы ее оформили в виде наглядной инфографики. Ссылочка на пост есть в описании. Переходите, пожалуйста, и изучайте. Ну, а я на этом буду прощаться. Не забывайте ставить лайк под видео, если понравилось, подписываться на YouTube-канал Инвестфьючер и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Инвестфьючер. Всем пока, до новых встреч.